доброй ночи дорогие друзья доброй ночи пользователи канала сегодня вторник 16 августа 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня хотела бы поделиться с вами оптимистическими новостями из сша которые касаются 45 президента успешного республиканского политика возможного кандидата от республиканской партии на президентских выборах двадцать четвертом году дональда трампа как вы знаете в связи с уголовным преследованием журналистов но не только журналистов конечно интересует и волнует будущее дональда трампа его политические перспективы и соответственно журналисты обратились к одному из ведущих к одному из наиболее авторитетных ученых в области американского права к профессору даршевицу профессор защищал президента трампа в первом пищменте наверное он является одним из самых известных и авторитетных знатоков американского права по крайней мере живущих и а соответственно профессор сказал что даже если президента трампа засадят за решетку и оденут на него тюремную полосатую робу это не ограничит его возможности участвовать в выборах потому что законами такие ограничения не указаны то есть закон на ограничивает чрезвычайно мало категорий то есть лимит чрезвычайно скромные то есть нет среди этих лимитов среди ограничений того что если человек за решеткой в тюрьме то он не может избираться а если закон этого не запрещает соответственно он это разрешает и таким образом профессор конечно огорошил многих расстроил я полагаю многих демократов потому что их старания абсолютно абсолютно напрасны даже если они преуспеют и все-таки осудят президента трампа в одной из криминальных процедур скажем по этому закону о шпионаже 1917 года хотя конечно это полный абсурд судить президента о за по закону о шпионаже 17 года это является наверное самым большим театром абсурда нашей эпохи но тем не менее если это даже им удастся если даже они его осудят и засадят как объясняет ведущий знаток американского права это не сможет остановиться республиканцев это не сможет остановить президента трампа от участия выборов двадцать четвертом году то есть если такова будет воля республиканской партии если его выдвинут кандидатом то соответственно даже из тюремной камеры он сможет это сделать конечно это очень очень забавно что в америке появится свой нельсон мандала ну конечно очень аллегорически я это использую конечно совершенно другая история но тем не менее да президент трамп может выйти из тюрьмы как нельсон мандала и соответственно стать легендарным еще раз еще более легендарным американским президентом чем он был до сего времени поэтому я считаю что сегодня роковой день для американской демократической партии потому что выяснилось что их титанические усилия абсолютно напрасны засадить президента трампа возможно но к чему это ведет то есть если даже из тюрьмы сможет участвовать в выборах но я не думаю что они могут с ним расправиться в тюрьме также как с допустим эбстином я так не думаю я не думаю что это возможно даже если они его засадят и потом даже если они его осудят я предполагаю что он будет сидеть дома с браслетом на лаге как скажем французский президент саркази то есть саркази несмотря на то что его бесконечно терзают и осуждают разные в разных судебных процедурах речь идет о том что все таки его посадить реально в тюремную камеру скорее всего если президент трамп будет осужден будет осужден тоже таким образом и будет отбывать с браслетом на ноге в маралага и соответственно это не помешает это не помешает республиканцам его выдвинуть в кандидаты и соответственно он сможет участвовать в выборах двадцать четвертом году однако я думаю что до этого времени очень много воды утечет я очень надеюсь на то что республиканцы победят то есть они придут в большинстве в обе палаты конгресса в этом ноябре и соответственно нас ждет новая политическая фаза начиная с января следующего года и соответственно также злодеев ждут импичменты но некоторые я не хочу сказать что все злодеи конечно есть и коррупционеры но если люди вегетальном состоянии то есть мозг вегетальном состоянии лучше просто уйти в дом престарелых на скателе сидеть дома греться на солнышке в деловаре например и вообще конечно нужны нужно притворение в жизни всех планов по осушению вашингтонского болота мы этого очень ждем поскольку без изгнания монстров наша жизнь будет по-прежнему по-прежнему беспросветно дорогие друзья что думаете по этому поводу вы конечно я считаю что это прекрасная новость я очень рада что это произнес сам профессор даршевиц я считаю что в нем все прекрасно кроме того что он голосует за демократов однако есть предположение что это делает из дипломатических соображений потому что будучи профессором в американском университете ему просто не выжить если он голосует за республиканцев то есть там настолько ультра левая обстановка и потом мы не знаем он нам не исповедуется может быть он в тайне голосует за республиканцев мы не знаем мы не знаем и конечно это подозрительно что его ученик сенатор джейми раскин это подозрительно с другой стороны там такая среда в американских университетах если вас интересует что там происходит потому что в двух словах бильдербергский клуб а поставил своей задачей задействовать университеты с тем чтобы притворять свои идеи в жизнь то есть они притворяют через университеты также как и коммунисты в ссср то есть университет эту кузница кадров то есть они привлекают профессоров левого взглядов они поддерживают грантами они их поддерживают всяческие премиями призами приглашениями на конференции то есть они продвигают левую профессору и соответственно при поддержке она захватывает все больше и больше пространства к тому же они не до вопис они делают это все достаточно плавно и в результате при их методиках при продвижении левых взглядов таким образом американские университеты были охвачены левизной и тем кто придерживается права взглядов классических консервативных взглядов там не осталось просто место то есть они там просто изгои паре вот и поэтому и поэтому я думаю что они должны маскироваться поэтому иногда мне кажется что что вы думаете по этому поводу мне кажется что профессор даршевит все-таки очень не симпатизирует трампу потому что если бы он ему не симпатизировал зачем он стал его защищать в импичменте он такой известный человек у него нет необходимости прибегать к такому методу для того чтобы прославиться скажем у него уже в жизни было и есть все о чем можно мечтать он колосс в области права поэтому я думаю что защищая президента трампа и навлекая на себя гнев своих университетских коллег я думаю что он следовал велению души а как думаете вы дорогие друзья что вы думаете по поводу профессора мне кажется что все таки в глубине души он симпатизирует консерватором пожалуйста напишите мне думаю что это действительно великолепная новость я очень счастлива что я ее услышала от профессора я думаю что она также поднимет ваше настроение потому что как демократы не роют яму все неуспешно как-то вот мне кажется высшие силы им не содействуют что думаете вы я жду ваши комментарии дорогие друзья благодарю всех кто принимает участие в нашей дискуссии все кто ставит лайки все кто пишет слова благодарности блогеру и конечно всем тем кто делает донаты моему каналу на развитие ваши имена будут в первом закрепленном комментарии